Привет группе Мистер Олимпия и каналу про бодибилдинг ворлд. С вами Виталий Фатеев и я готовлюсь к очередному чемпионату Арнольд Классик, который будет проходить в Коламбусе через две недели. В этот раз удалось поработать гораздо больше, чем в пятнадцатом году. Вы знаете то, что я готовлюсь в настоящий момент с Евгением Мишиным. В тот раз я готовился самостоятельно, но тем не менее прекрасно дебютировал, став девятым. В этот раз изменения произошли в сторону увеличения проделанного кардио. Углеводы были также на низком уровне. Также предстоит слив воды, который я не делал до такой степени в прошлый раз. Вот. Хочу сказать то, что основной объем работы уже выполнен сейчас за две недели и уже предстоит, так сказать, довести форму до Коламбуса и там уже ее выставить. Чувствие соответствующее, в принципе, в норме. Сейчас остается две недели до соревнований. Как я говорил, уже основная работа выполнена. Кардио было очень много где-то, не где-то, а в точности два часа в день. Вот. Веса пришлось сократить рабочие. То есть, если я раньше работал там 250 килограмм в приседе на 12 раз перед прошлым Коламбусом, то сейчас 200 килограмм, скажем. Вот. Жим лежа тоже уже идет даже вторым номером, не первым. Вы знаете то, что я любитель базовых упражнений. Всегда ставил в первую очередь. Сейчас же у меня эти упражнения идут вторым номером для того, чтобы, опять-таки, лучше чувствовать эти мышцы. Гликогена мало, а углеводов мало, соответственно. Вот. Люблю тренажер-кроссовер, потому что в нем можно очень хорошо сконцентрироваться на мышцах, разогреться, скачать. Вот. Что в дальнейшем приведет к более лучшей концентрации на более тяжелых упражнениях. Вот, если честно, ехал что первый раз к Коламбу, что вот сейчас предстоит поездка. Совершенно спокойно на это смотрю. Для меня это работа не развлечение, потому что, во-первых, там дается всего лишь три ночи, которые оплачивает Пролига. Так, я приглашенный спортсмен. Вы знаете, не каждый может квалифицироваться на этот Арнольд Классик, который проходит в Коламбусе. Это участие нужно заслужить. Вот. Мне удалось. Я вошел в топ в Бразилии. И, соответственно, на мою просьбу об участии ответили положительно. По поводу моей работы с разными тренерами. Вы видели то, что я работал прошлый год с Джорджем Фархом. В данный момент мы тренируемся с Евгением Мишиным. Для меня это большой опыт, как для человека, который занимается тренерской деятельностью также. У меня есть большой опыт выступления на соревнованиях. И свою про-карту я выиграл благодаря своему опыту. Также дебютировал. Но я вижу то, что новую информацию можно подчеркнуть, только если ты развиваешься, не стоишь на месте. Что касается работы с Евгением Мишиным, то здесь мне гораздо комфортнее, потому что человек русский, мы общаемся на одном языке. Все моменты досконально обсуждаются ежедневно. И я чувствую, что в этот раз все идет гораздо благоприятнее, чем Джорджем Фархом. Место, за которое я хочу побороться, оно должно быть выше девятого, который был в прошлый раз. Вы сами отлично понимаете то, что участие в таком масштабном турнире это уже большая, скажем, честь для любого профессионального спортсмена. Отбор идет не просто так, там тщательно выбираются людьми, которые в пролиге находятся в главенстве. Поэтому будем бороться за место, которое будет выше девятого. Конечно, сейчас прогнозы идут о том, что и пятый, и третий, и чуть ли не первое. Но, ребята, скажу вам, сделаю все, что могу. И спасибо вам большое за ту поддержку, которую я в данный момент ощущаю. На самом деле, что считается перспективой в пролиге развития спортсменов в профессиональном направлении. Я считаю то, что главный показатель развития, продвижения спортсменов в пролиге это его форма. Соответственно, чем лучше форма, тем у него больше будет предложений по рекламе. Вы знаете то, что в нашей стране многие ведущие спортсмены уже имеют по нескольку контрактов. У нас и с одеждой идет, и с едой, и со всем тем, что требуется спортсменам для того, чтобы готовиться к соревнованиям. И это еще можете добавить сюда. Две поддержки с двух разных сторон. То есть, при всех лучших раскладах, если человек, допустим, входит еще и в топ на соревнованиях по профессиональному бодибилдингу, естественно, там есть такие бонусы, как, скажем, контракт со спортивным питанием в прямой, который будет, допустим, заключен в Соединенных Штатах. И, соответственно, это дополнительные деньги. Но я знаю то, что у нас даже и не профессионалы получают деньги, имея контракт с спортивным питанием, допустим. Какая-то, ну пусть, небольшая поддержка, но достаточная для того, чтобы, допустим, оплатить не только коммунальные услуги в своей жизни, да, за квартиру. Вот, поэтому не стоит прибедняться. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы развиваться в спорте. Все вы видите то, что он интересен, то, что сейчас это широко и масштабно освещается, очень много подспортивных направлений, которые, опять-таки, охватывают еще больше аудиторию интересующихся, которые, опять-таки, смотрят ваши каналы, да, вот я сейчас, как говорю, напрямую обращаясь к тем, кто ведет свой блог, естественно, у вас с этого какие-то бонусы идут. Ну, добавьте к этому еще удачно развивающуюся карьеру в профессиональном спорте, и вот вы получите абсолютно все то, к чему вы шли. Что касается самого перелета в Штаты, то здесь уже лига сама решает, как им удобно и в какое время тебе заказать билет. Нам остается только подстраиваться, поэтому я прилетаю, скажем, за день до проведения мероприятия, которое называется «Митинг», где собираются все, и там уже идет раздача документов и обсуждение, проведение дальнейшим шоу, которое состоится в пятницу, субботу и воскресенье. Перелет сам много сил не занимает, я летал, скажем, в «Феникс», эта дорога была сутки, и это не то, чтобы ты прилетел и лег спать, это значит, что ты прилетел, и после этих суток ищешь, как тебе добраться до ближайшего магазина, едешь туда, тратишь два часа, возвращаешься еще два часа, тратишь на то, чтобы приготовить, поесть, постирать, то есть уже начинаются вторые сутки, да, если, конечно, вы организованный человек, вот, и уже потом вы можете позволить себе поспать несколько часов и пойти. Поэтому в тот же «Коламбус», ну сколько там, 12 часов до Нью-Йорка всего лишь, пересадка, и до «Коламбуса» там три или пять часов – это ерунда по сравнению с тем, какие поездки, в принципе, вам предстоит преодолевать, если вы собираетесь быть соревновательным спортсменом в профессиональном спорте. «Двести жим был, очень большой показатель, а сейчас ты видишь 315, а если что ниже, уже не котируется. Люди устанавливают планки и попробуют. все, что ниже, это уже не считается. Даже для обывателя, все, что ниже, там, 300 – это не настолько трудно. То, что фитнес-индустрия, вот, за счет вот таких съемок, сделала людей мифом. Ну, на самом деле, это настоящие люди, которые, наши современники, которые делают те результаты. Вот. Поэтому сейчас уже никого не удивишь. Кандидат-мастера спорта, ну, это, знаешь, как можно рассматривать, как любимое увлечение. Так оно и есть. Ну, ты понимаешь, да, для того, чтобы уже прорваться в этой сфере, тебе придется очень много работать. Я очень рада по взрослению. Главным фаворитом сейчас ставят и Лионеля Бейки, и Седрика Макмиллана. Но мне кажется, что все-таки Седрик, он более стабилен в проявлении своей формы. Вот. Лионель сейчас, конечно же, на хорошей волне. И плюс к тому, что у него сейчас тренер Джордж Фарах. И у них все-таки получилось сделать один раз форму. Но я помню свою работу с Джорджем Фарахом. У нас тоже получилось сделать один раз форму на Фениксе, когда я вошел в топ-5. А на Леврон с формой пролетели. Поэтому тут, мне кажется, уже даже не от Джорджа Фараха зависит. Вернее, и от Джорджа Фараха зависит, и от Лионеля тоже. В межсезонье, когда я набирал мощное масло, я опять вернулся к силовым приседаниям. Вы видели, быть может, я в Инстаграм выкладывал, у меня был присед 300 на 5. И, в принципе, во всех остальных базовых упражнениях я старался работать по максимуму. Насколько это серьезно уже откликнулось на моих результатах, ну, я не могу сейчас так существенно это отметить. Все-таки, опять-таки, делая выводы, исходя из своей тренерской деятельности, могу сказать, что бодибилдинг – это не силовая работа. Не силовая. В тот момент, когда формируетесь, вы юниор, вам до 25-27 лет – это край окрайний, как говорит Дима Голубочкин. Край окрайний, ***. Край окрайний. Край крайний. Вам, может быть, еще полезно работать с весами, которые будут напрямую влиять на гипертрофию за счет стресса, вот такого большого, то есть не только целенаправленно на группу мышц, но и в целом. Вот. Что касается спортсменов более опытных, уже набравших массу, то там уже нужно все-таки усреднять рабочие веса, следить за техникой. Но огромная поддержка и самая, наверное, значимая поддержка, как и все предыдущие 10 лет, пока я соревнуюсь, была от Артема Вячеслава Кузьмина. Человек, который помогает мне не только в спорте, но и в жизни. Вот. Благодаря которому я езжу на соревнования. был человек, который всегда может меня подстраховать, когда есть у меня контракт, нет у меня контрактов. Всегда это, в общем, низкий поклон вам, Артем Вячеславович, за то, что... Вот. А то, что касается поддержки спортивного питания, это вот команда МСН, которую в данный момент я представляю. Вот. Естественно, те люди, которые меня окружают на тренировке, мои напарники. Большое спасибо, хочется сказать, этому клубу Фитнес Про, в котором я тренируюсь. Отличное оборудование, и я чувствую здесь себя прекрасно. Могу любую мышцу уже достать. Постоянно модифицируется. Вот позавчера привезли тренажер, из-за которого, я помню, покупал даже карту в фитнес-клуб. Мне пришлось ходить в один клуб, а из-за этого тренажера рядом взять карту в другой. Собственно, это тоже для меня большущий подарок. Тем более тренажер на спину. Вот. Уже жду не дождусь, когда мне день спины будет. Хоть это время перед соревнованиями, но хочется уже прям почувствовать эту прокачку. Я считаю, что каждому спортсмену нужен специалист, который будет смотреть и направлять, как у него идет процесс подготовки. Вы видите то, что и профессионалы обращаются к тренерам. Естественно, что касается юниоров, любителей, ребят, которые хотят соревноваться, то тут уже само собой. Я сам вот в данный момент готовлю несколько человек к соревнованиям, которые будут на Московской области участвовать и в других городах. Один из них это Егор Сергеев, вот 19 лет парню. Прекрасное, я считаю, начало для того, чтобы попробовать себя в соревнованиях. 19-летний парень достаточно крепкий. И дошли с ним до 200 килограмм в приседе. Это реальные показатели для человека, которому 19 лет. Впереди у него 7 недель будет. Будем постепенно ужиматься. Поэтому спорт охватывает очень большую аудиторию людей, стремящихся. Ну, потому что это правильно. Это гораздо интереснее, чем проводить время на улице. Либо за компьютером сидеть и играть в эти игры. Зрителям и участникам группы «Мистер Олимпия» желаю быть в форме. Тоже смотрите трансляцию, которая будет через 2 недели в Коламбусе. С вами был Виталий Фатеев на канале Pro Bodybuilding World. Спасибо, что смотрели это видео. Отдельное спасибо Дамиру за то, что приехал и навязался снимать это видео. Все, всем счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok